Всем привет, дорогие друзья! С вами Марс. Мы продолжаем проходить Сталкер Зо в Припяти. Мы находимся в Припяти. По традиции уже. Это финишная прямая. Что я могу еще сказать? У нас, в принципе, все хорошо. Вот только бы отремонтироваться еще бы. Ага, ты меня уже тут ждешь, да? Да. Вышел на связь начальник штаба. Я доложил обстановку, передал собранную информацию. Вертолетов пока не будет. Нам предлагают закрепиться на занятых позициях и ждать распоряжений. При штабе сейчас состоят наблюдатели из СБУ, так что ты сможешь поговорить со своими. Дальше полковник, недалеко от базы обнаружен источник радиосигнала. Передача зашифрована, оперативно расшифровать не удалось. Координаты имеются, лейтенант. Так точно имеется, дальше полковник. Но сигнал периодически исчезает, и его источник движется. Опять монолитовцы? Я проверю. Ну, я бы ремонтироваться хотел, сука. Что, блядь, это будет не так, там рейси? Почини Абаканчик. Спасибо хоть на это. Добрый человек. И... ВСС тоже почти. Ну, вообще-то АС... Почему-то нравится называть его ВСС. Ладно. Теки бить. Двинули. Абаканчик как? Взведен. Без модификации, но взведен. Я только, в принципе, надежность, да точность прокачивал ему больше ничего. Поэтому та же самая пушка. Я зря сделал. Не бойки просто. Ну, либо сбаливайте, либо оставайтесь. Что я могу сказать? Они меня не слышат наверняка из-за дождя. Кучу патронов просадил на любых собак. Но лучше уж так. Чем они мне в спину прыгнутся, пидораски. Есть сигнал, снова появился. Передаю координаты. Так, ну, наше дело не хитрое. В принципе, просто возвращаемся к прачечной. Ты все-таки хочешь, чтобы я туда зашел, да? Да, да. Я загляну, загляну. Сигнал появился. Нет? Появился? Появился. Совсем рядом с тобой. Рядом, рядом совсем. Движется к нашей базе. Канашка. Майор, атаковальский. Возвращался боты назад. Нам нужно как следует подготовиться на случай атаки. У меня прошло, что теперь они нас так не застукают. Чисто мне это. Нападали неизвестно откуда. Вот только это немножко другой случай. Не стреляйте, я иду к главному входу. Ты кто такой? Я стрелок. Угу. Известный сталкер. Это же ты отключил выжигатель? Было дело только в Платоксе. Я пришел встретиться с вашим начальством. У меня есть информация, которая поможет взять под контроль и уничтожить зону. Начинается выброс. Пошли, поговорим в укрытии. У нас неприятности. Вертолеты разбиваются по неизвестной причине. Пока эта самая причина не выяснена, вертолетов больше не будет. Придется идти до края зоны на своих двоих. Причина самая простая. В воздухе, особенно ближе к центру зоны, аномалий не меньше, чем на земле. Да у нас была подробная карта пролета мимо аномалий. Вертолеты под завязку начинили защиту от выбросов. Странно. Странно, что вы еще не заметили. После выбросов расположение аномалий обычно меняется. Некоторые рассасываются, зато появляются новые. Ваша карта устарела еще до записи на диск. Ясно. И что теперь? Выбросы не происходят подряд, один за другим. Если вы сможете просканировать местность сразу после выброса и засечь расположение аномалий, до следующего выброса вертолеты успеют забрать всех. При первой возможности нужно сообщить об этом в центр. После выброса я сразу же свяжусь с командованием. Какой вариант? Лейтенант, при первой возможности установи связь со штабом. Мне нужны патроны. Ну, мы можем пообщаться, естественно, со стрелком, но я не думаю, что это прям настолько необходимо. Что, расскажешь нам что-то? Ладно. А саркофагия? Сталкер-легенда. Может провести в любое место зоны. Военным вашим повезло. Что-нибудь, что-нибудь подорожить в Припять. Понятно. Убывай. Да. Это же выброс, да? Ну, а что делать? Самый простой способ. Свяжись с центром. Так точно. Центр на связи. Иди, полкан. Иди пообщайся. Ковальский, почему не было связи? Выброс, товарищ генерал. Во время него связь невозможна. Ясно. Ладно, слушай. Операция Фарватер берет под свой контроль СБУ. Майор Дегтярев рядом? Да. Теперь он у вас главный. Пусть ждет. С ним сейчас вернутся его командование. Вас понял. Да. Да. Майор Дегтярев. Связь хорошая. Добро. Назначаетесь ответственным за завершение операции Фарватер. Ковальский с отрядом СКАД будет вам содействовать. Доложите текущую ситуацию. На данный момент удалось получить документы об экспериментах на территории зоны. Кроме того, к нам пришел сталкер, который побывал на ЧАЭС. Кличка Стрелок. Он готов с нами сотрудничать. Ясно. На сотрудничество соглашайтесь. Есть информация о причинах падения вертолетов. Стрелок утверждает, что вертолеты попали в аномалии. После каждого выброса их расположение меняется. Но это не было учтено при составлении карт для операции Фарватер. Теперь учтем. Значит, у нас есть время до следующего выброса. Вас со сталкером подберут на точке Б-28. Группа СКАД эвакуируется с вами. Вертолеты уже поднимаются в воздух. Конец связи. Ну что, бойцы, все уловили? Слушай мой приказ. В пути не расходиться. Держаться группой. Сталкера беречь, как зеницу ока. Вопросы есть? Ну и отлично. Готовимся к отправке. Майор, можно тебя на пару слов? Да говно вопрос. Ты стрелок. Только оба стрелка. Не знаю, со слов, а твое я видел в деле. Так вот, я полагаюсь на тебя, майор. Ну ладно, договорились. И вот это вот, тот вот, самый решающий момент. Мы можем отправиться к речному порту в одиночку. И естественно будет плохая концовка. А можем пойти туда со всеми ними и будет относительно хорошая концовка. Ну что ж. Приступим, нет? Поднимай бойцов, я готов. Отряд, выдвигаемся. Хлопка залагала. Это не я стрелял. А ну само. На секундочку. Знает. А ну. Продолжение следует... Не зря я патронами под завязку накидался. Давай уходим, стрелок, хули делать. Там дани около 10-15 иронных. Я вижу. Ты думаешь, я этого не знал? Продолжение следует... Прости. Чё ты в меня стреляешь, дебил? Продолжение следует... Группа сказ, где вы находитесь? Мы на подходе. Мы не можем ждать. У нас приказ. Если нападут, будем взлетать. Вас понял, ребята. Постараемся успеть. Всем быть начеку. Приказы выполнять мгновенно и чётко. Мы в двух шагах от точки эвакуации. Пошли! Так, ну вот тут сделаем как раз-таки контрольный сейв. Нет времени. Всем проверить оружие. Огонь открывать без команды. Ну, естественно. Как иначе-то, блядь. Продолжение следует... 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 Скат, больше ждать не можем. Через минуту идём на взлёт. Получи, скотина! Бали, Гондураса! Так! Твоём мать! Не убил скотина! Я его прищёт! Граната! Да, весело. Майор, мы готовы взлетать. Стрелок и личный состав группы Скат убиты. Готовьтесь к отлёту. Вас понял. Да, конечно. Вот вам и плохая концовка. За успешно проведённое расследование Дегтярёв был поощрён внеочередным званием полковника. Отказавшись от предложенной ему штабной должности, он выразил желание направиться в зону постоянным наблюдателям от службы безопасности. Информация о ПСИ-установках, добытая майором Дегтярёвым, не на шутку встревожила его руководство. Все материалы по ИКС-лабораториям были изъяты из военных архивов и помечены грифом особой важности. Сотрудники СБУ в зоне получили приказ любой ценой воспрепятствовать распространению информации о сути проводившихся работ. На основе промышленной документации изделия номер 62 было создано несколько опытных образцов. После испытаний от массового применения данного оружия было решено отказаться. Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой. Впрочем, некоторые факты позволяют предположить, что совершенствование Гаусс-пушки негласно продолжается. Скадовск остался прибежищем для всех, кому повезло до него добраться. Бандиты упорно стремились установить на судне свои порядки, однако сталкеры успешно этому противостояли. День за днем тянулось неустойчивое затишье. Но и это длилось недолго. Кровососы, что обитали в логове неподалеку, проторили к судну дорогу. После того, как нападения стали происходить даже днем, люди отправились в рейд. К сожалению, им не удалось зачистить туннели. И вскоре очередная волна хищников затопила Скадовск. Между отрядами свободы и долга на станции Янов установилось шаткое равновесие. Утомленные бессмысленной борьбой бойцы враждующих группировок стали пополнять ряды вольных сталкеров. Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озерского не смогла собрать достаточное количество данных и была свернута. После возвращения на Большую Землю оба ученых занялись деятельностью, не связанной с зоной. Рассказ Гаррика о судьбе военных отпугнул сталкеров от Припяти. Немногие, осмелившиеся посетить ее, столкнулись с необъяснимыми и пугающими явлениями, что лишь добавило мрачные штрихи к облику мертвого города. Рассказы об Оазисе перестали быть легендами. Все чаще в разговорах сталкеров упоминались те, кто смог найти путь к этой тайной аномалии. Поток искателей не иссякает, чем и продолжают пользоваться бандиты. Новички клюют на предложение показать дорогу к Оазису, но дело обычно заканчивается грабежом где-нибудь в сторонке от сталкерских троп. Местность у станции Янов приобрела репутацию одной из самых опасных в зоне. Все чаще сталкеры не возвращались из вылазок. Мутанты убивали их почти у самых стен лагеря. Одним из пропавших без вести стал Зверобой, ушедший в свою последнюю охоту на Химеру. Слухи о судьбе Зулуса дошли до командира долга генерала Воронина. Ко всеобщему изумлению, Воронин представил Зулуса к высшей награде долга ордену Серебряный щит. Посмертно. Вано ушел на армейские склады к свободе, где легкостью характера и оптимизмом быстро заслужил всеобщую симпатию. В конце концов, он возглавил небольшую группу исследователей, которая занялась изучением аномалий. Кардан, узнав о судьбе друзей, больше не помышлял о сталкерской карьере. Преодолев алкогольную зависимость, он перебрался на Янов, где вместе с Азотом организовал мастерскую по ремонту решительно всего. В свободное от работы время оба техника с увлечением конструируют средства передвижения, максимально подходящие для экстремальных условий зоны. Знания стрелка были утрачены вместе с ним. Добытая на ЧАЭС информация, которая могла помочь в разгадке тайн зоны, на большую землю так и не попала. Запретные территории надежно хранят свои тайны. Командир группы СКАД полковник Ковальский остался там же, где и большая часть его отряда. Тела поглотила зона. И теперь все, что напоминает об этих людях – фотографии в траурных рамках на почетном стенде спецмузея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова В принципе, нормальной концовкой зря военные полезли в зону и поделом им за это соответственно. Взрывая мгновенье через сотни лет Мы растаем в пыли своих надежд Оставляя поколеньям горкий след И в памяти лица близких нам людей Праздник красных флагов, звонки смерти тень Все исчезло, остались слезы среди камней Растворяя осколки грез Мы вспомним в друга былом Тень ошибки из детских слез С ней живем Время жить Время умирать Не время нам О судьбе Другой мечтать Не верну Было Во вновь Прости Меня Мой дом Родной А жизнь на экране повторяет бед Но реальность Дранит Хуже всяких бед Забываем А призвание С высока Мертвой Листвою Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр За просмотр Если хотите увидеть хорошую концовку для военных Черканите об этом в комментариях Я контрольный сейв сделал специально для этого На этом я, пожалуй, закончу свое прохождение сталкера Зов Припяти Всем спасибо за просмотр, за поддержку Всем пока До новых видео